Принц Аль-Валид о своем 83-дневном заточении Эрик Шацкир Бламберг, США 23 марта 2018 года Принц Аль-Валид Ибн Талал не раз терпел неудачи на пути к статусу богатейшего инвестора на Ближнем Востоке одного из самых узнаваемых лиц Саудовской Аравии В 1980-х он разорился, а во время финансового кризиса 2008 года потерял миллиарды долларов начать игра у Пэинч Но ничто не сравнится с тем унижением, которое ему пришлось вытерпеть в последние несколько месяцев В ноябре прошлого года дядя Аль-Валида, король Салман, и его двоюродный брат, наследный принц Мухаммед Ибн Салман организовали правительственную облаву на предполагаемых мошенников, растратчиков и специалистов по отмыванию денег вследствие чего Аль-Валида задержали и заперли на 83 дня в ставшем печально известном отеле Ритц Карлтон в Эр-Рияде Я видел Аль-Валида в конце октября, за неделю до того, как он стал государственным пленником Мы провели вечер в его лагере в пустыне за разговорами о финансовых рынках и политике США, наблюдая за футбольным матчем по телевизору, гуляя по пескам и вкушая поздний ужин в прохладе полуночного воздуха Я вернулся в королевство в середине марта, через 7 недель после его освобождения Аль-Валид решил нарушить молчание и дать интервью канала Блаамберг Телевизион За день до интервью мы провели неофициальную встречу в его дворце в Эр-Рияде Я ждал в фойе, и принц спустился со второго этажа по парадной лестнице Одет он был просто, бежевый тауб, коричневая спортивная куртка и сандалии, и казался расслабленным В течение следующих двух часов он рассказывал о своих мотарствах, попивая арабский кофе и имбирный чай А пятеро его внуков пели и танцевали в спортзале дворца по Дотенчелдке А теперь, рано утром 4 ноября Аль-Валиду, приехавшему на выходные в свой лагерь, позвонили с просьбой явиться к королевскому двору Он уехал сразу же, не подозревая о ловушке Вскоре были раскрыты сенсационные детали антикоррупционной зачистки А выпуски новостей кишели сообщениями о том, что среди сотен магнатов, правительственных министров и других задержанных в Ридс Карлтон Принцев Самым видным был Аль-Валид За три дня акции его основной компании, Кинг-До Молдинча, упали на 21% Аль-Валид стал неплохой добычей для правительства, стремящегося показать своему народу Что ни один саудовец не избежит ответственности в рамках борьбы с дармоедством и взяточничеством Благодаря своему состоянию в 17,1 миллиарда долларов он занимает 65 место в индексе миллиардеров Бламберг А его международная значимость, выкуванная благодаря дружеским отношениям и деловым партнерствам с Биллом Гейтсом, Рупертом Мердаком и Ижи с ними, не уступает значимости принца Мухаммеда В портфель Кинг-До Молдинг входит отели и курорты 4 сезона, а также Сити Групп, Евро Дисней, и Твиттер А рота на Граупп, которую он контролирует отдельно, является крупнейшей развлекательной компанией арабского мира Правительство поставило вопрос ребром, расплатиться, подписать признание вины и выйти на свободу или отказаться и томиться в заточении Согласно Wall Street Journal, цена освобождения Аль-Валида составляла 6 миллиардов долларов Переговоры проводились тайно, а правительство не выдвигало никаких обвинений и не представляло никаких доказательств Критики говорили, что пленникам отказывают в надлежащих правовых процедурах Обвиняли принца Мухаммеда в проведении кампании запугивания и вымогательстве под предлогом борьбы с коррупцией Начали появляться слухи о жестоком обращении и даже пытках в Ритц Карлтон, что незамедлительно попало на страницы Судеяли Мэйл Онлайн и региональных СМИ Поэтому, когда в конце января все еще находившийся в отеле принц появился в некоем снятом на смартфон видео Истощенный усталый после двух с половиной месяцев заключения Спекуляции лишь усилились Он заявил, что с ним прилично обращаются Но этому никто не поверил Совсем недавно газета New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщила Что некоторые задержанные подвергались физическому насилию и иным образом принуждались к даче признательных показаний Один из находившихся под стражей военных офицеров скончался со всеми признаками жестокого избиения С момента освобождения Аль Валид слегка набрал вес и показался мне как никогда энергичным, оживленным и занятым Но из разговора становится ясно, что он изо всех сил старается справиться с произошедшим Даже если он не виновен, а он настаивает, что это так Правительство поместило его в одни условия с группой мошенников И любая жалоба может вызвать гнев, с которым он и так непосредственно столкнулся Мы провели интервью на импровизированной площадке в квартире Аль Валида на 67-м этаже небоскреба Королейства в Эр-Риаде Входя внутрь, я думал о том, насколько он сможет быть откровенен со мной Станет ли он говорить о том, как ему жилось в Ритц Карлтон? Признает ли факт какого-либо причинявшемуся ему вреда? Пришлось ли ему пойти на сделку с дьяволом, чтобы добиться освобождения? Можно ли доверять его словам, что если правительство угрожало ему, смогу ли я рассказать об этом? Ниже я привожу выдержки из нашего разговора, которые для ясности пришлось слегка подредактировать Начнем с очевидного, почему Задержание Аль Валида было загадочным по сравнению с остальными Из всех арестованных принцев он единственный никогда не служил в правительстве Саудовской Аравии Где откаты считаются обычным делом И в отличие от других бизнесменов, он не был государственным подрядчиком А потому тарифы завышать не мог Большую часть своего богатства он обрел прозрачно в сфере недвижимости и в качестве инвестора на открытых рынках Эрик Шацкер, первый вопрос, почему вас арестовали? Принц Аль Валит, я не стал бы использовать это слово, потому что нас сперва пригласили во дворец, а затем попросили проехать в Ритц Карлтон Все было сделано с честью и достоинством, причем по отношению ко всем, не только ко мне Значит, слово арест справедливо используют лишь в отношении тех, кто совершил преступление и признал вину Именно И достиг соглашения с правительством Но в моем случае, как вы знаете, ситуация совсем иная Значит, обвинений не было Вас вообще обвиняли в чем-то? Никаких обвинений не было Поскольку я несу фидуцарную ответственность перед моими акционерами в Кингдом Олдинг, моими друзьями в Саудовской Аравии и всем мировым сообществам, а также ввиду наших повсеместных международных инвестиций, очень важно сказать об отсутствии как обвинений, так и вины Вы окрестили свое матарство недоразумением С чем же оно было связано? Я говорю недоразумение, потому как считаю, что не должен был там находиться Теперь, когда все позади, я бы сказал, что с меня сняты все подозрения Тем не менее, должен сказать, что мы действительно достигли полного взаимопонимания с правительством Что это значит? Это конфиденциальная информация, и говорить об этом я не могу Но между мной и королевством Саудовской Аравии существует понимание Это требует от вас определенных действий Не обязательно Опять же, не могу распространяться об этом, поскольку информация секретная и касается лишь меня и правительства Но будьте уверены, меня это никак не сковывает Что правительство хотело от вас? Я не буду вдаваться в подробности дискуссий, имевших место между мной и представителями правительства Должно быть, они хотели чего-то В прессе я читал, что они якобы хотели урвать у меня некий кусок Но все это слухи Согласно одному докладу, речь шла о 6 миллиардах долларов Я читал как о 6 миллиардах, так и о больших и меньших суммах Во что обошлась вам свобода? Вас не просили заплатить правительству какие-то деньги Отдать какие-то владения или уступить какие-то акции Вы должны уважать конфиденциальное соглашение Достигнутое между мной и правительством Саудовской Аравии Основанное на подтвержденном взаимопонимании Я, гражданин Саудовской Аравии И к тому же член королевской семьи Король приходится мне дядей, а Мухаммед ибн Салман, двоюродным братом Я заинтересован в том, чтобы поддерживать и держать в тайне наши отношения Вы настаиваете на своей невиновности и говорите, что не подписывали никакого соглашения о признании вины Мы действительно подписали некий документ, подтвержденный взаимопониманием Некоторые могут назвать это мировым соглашением Я так не считаю, поскольку в моем понимании соглашения есть признание того, что вы сделали что-то не то Вы, конечно, понимаете, как важно быть со мной честным и откровенным Если появится другая версия, пострадает ваш авторитет Разумеется Значит, все сказанное вами, стопроцентная правда У меня есть подтвержденное взаимопонимание с правительством И оно продолжает действовать Я остановлюсь на этом подробно Это перманентный процесс с правительством Вопрос репутации Альвалида Уже сейчас Кингдом Олдинг беседует с кредиторами о том Чтобы получить 2 миллиарда долларов долгового финансирования Как говорит принц Огневую мощь для следующей сделки Эти события повлияли на вашу репутацию Независимо от того, что вы скажете в этом интервью Люди будут по-прежнему убеждены в том Что раз вы оказались в Ридс-Карлтон То обязательно должны быть в чем-то виноваты Поймите это Когда вас задерживают Кто-то из делового или банковского сообщества Непременно заявит об имеющихся у них сомнениях Сейчас моя работа заключается в том Чтобы взаимодействовать Встречаться со всеми ними Будь то в частном порядке или коллективно И рассказывать свою историю Понимаю, будет непросто Ведь некоторые банки и представители бизнес-сообщества Продолжат сомневаться Однако я заверяю их Что все в порядке Все вернулось в норму И мы функционируем в том же режиме Что и раньше Это, безусловно, помогло бы В том случае, если бы правительство сказало Аль-Валид не сделал ничего плохого Произошло недоразумение Он не покупал свою свободу И остается гражданином Саудовской Аравии На хорошем счету Но ведь этого не произошло Подтверждением моих слов является тот факт Что я сейчас говорю с вами Причем говорю правдиво и честно И тот факт, что правительство не скажет Аль-Валид не прав Так вы чувствуете необходимость выговориться С целью восстановления своего доброго имени Потому что вас оклеветали Во-первых, мне действительно необходимо восстановить репутацию А во-вторых, прояснить множество живых моментов Например, о том, что меня пытали и отправляли в тюрьму Это ложь Я все время оставался в отеле И пыткам меня никогда не подвергали Внутри отеля Ритц Карлтон в течение трех месяцев 381 Саудовец оставался заперт в отеле Ритц Карлтон Который насчитывает 492 номеров Занимает 52 акра земли И имеет гигантские конференц-залы Многих быстро отпустили Пребывание Аль-Валида было одним из самых продолжительных Принц говорит, что его держали в номере 628 Королевском люксе площадью 4575 квадратных футов 425 кв.м Чем вы занимались все это время? Спорт, прогулки, медитация, просмотр новостей, молитвы Опишите один обычный день Я ложился спать в 6-7 часов утра Просыпался около полудня Мы молились по пять раз в день У вас был доступ к телевидению и газетам Доступ был ко всему Значит, снаружи никто не знал о происходящем внутри А вы, находясь внутри, знали обо всем, что происходит снаружи Именно Поэтому мне и удалось получить информацию о так называемых пытках Так вы не подверглись жестокому обращению? Нисколько Вы уверены, что никто из задержанных не страдал от жестокого обращения, пыток или избиения? Может быть, кто-то пытался бежать или совершить нечто сумасбродное Может быть, таких усмиряли и контролировали Вполне возможно Но ничего такого, что можно было бы назвать систематическими пытками, не было Вам разрешали говорить с другими задержанными? Нет Друг с другом никто в Ритц Карлтон говорить не мог Даже в моем случае Я никого не видел, ни с кем не разговаривал Вам разрешили совершить несколько звонков Кому и на каких условиях Я звонил сыну, дочери и внучкам И говорил с руководителями моих компаний Генеральным директором Кингдом Олдинг Главой моей личной канцелярии и генеральным секретарем моего фонда Звонки отслеживались? Скорее всего, да Имея дело с наследным принцем в течение более 70 лет Саудовский трон переходил от одного брата к другому Но Салман порвался с прошлым Передав своему сыну контроль над несколькими правительственными портфелями И сделав его наследным принцем в прошлом году Планы принца Мухаммеда включают в себя экономическую программу Видения Саудовской Аравии 2030 В рамках которой крупнейшая нефтяная компания в мире Сауди Арумчи Может стать публичным акционерным обществом Вернулись запрещенные с начала 1980-х годов кинотеатры И в некоторых районах Эр-Риады женщинам позволено ходить с непокрытой головой А в июне, впервые с 1990 года, им будет разрешено водить автомобили Каково это, оказаться в плену у собственного кузена? Не просто, должен признать Тяжело, когда вас удерживают против воли Но после освобождения у меня появилось очень странное чувство Я собрал всех старших сотрудников своих компаний приближенных и сказал им Клянусь вам, что нахожусь в полном спокойствии и умиротворении Не чувствую обиды или иных дурных чувств И, конечно же, через сутки мы уже снова общались с королевским двором Наследным принцем и его людьми Ситуация весьма странная, но именно так и было Это потому, что вам просто нужно было двигаться вперед Нет, я – патриот Я верю в свою страну Случившееся не заставит меня обернуться против моего дяди, Моего кузена, моей страны и моего народа Как бы вы описали свои отношения с принцем Мухаммедом? Они стали крепче Это поражает многих, даже моих собственных людей Вы простили его Я полностью забыл и простил все, что произошло Все осталось позади Как часто вы с ним общаетесь? Не реже, чем раз в три дня я пишу ему смс, звоню или разговариваю лично Вы с ним разговариваете раз в три дня Мы в основном переписываемся, разговариваем реже Но общаемся каждую неделю У принца Мухаммеда есть грандиозный план трансформации саудовской экономики и общества Вы все еще поддерживаете его в этом? Да Его видение вобрало в себя множество моих идей, и он приумножил их Я выдвигал идею создания суверенного фонда и говорил о преобразовании Рамча в открытое акционерное общество Права женщин, их конкурентоспособность в обществе, вождение ими автомобилей Я призывал ко всему этому Он закладывает фундамент новой эры в Саудовской Аравии Любого человека, выступающего против того, что делает Мохаммед Ибн Салман, я лично считаю предателем Навигация по новой Саудовской Аравии Наследный принц также стал крупнейшим саудовским инвестором Вложив десятки миллиардов государственных долларов в убертич налоги и сынч И фонды, управляемые Блачкстони Грауп и Софтбанк Грауп Правительство хочет от воссоздания и поддержания отношений с главами государств и руководителями международных компаний Я освободился, не будучи обремененным какими-либо условиями Поддерживал контакты со многими главами государств Европы и Ближнего Востока Все в порядке Вы можете путешествовать? Разумеется, могу Вы не в курсе, следит ли правительство за вашим местонахождением? Меня это не волнует А что насчет ваших банковских счетов? Все вернулось на круги своя Вы ищете иностранные инвестиции, как и Государственный инвестиционный фонд, фонд национального благосостояния Саудовской Аравии Разве это не конкуренция? Вообще-то, в плане участия во многих проектах мы поддерживаем связь с правительством У них намечен большой проект в Красном море с курортами наподобие Мальдивских островов Там будут отели 4 сезона Нас также пригласили принять участие в другом проекте Air Riyada Строительстве огромного развлекательного центра в стиле Диснея Мы задействованы в сфере гостиничного бизнеса Средств массовой информации в индустрии развлечений Так что никакой конкуренции нет Мы друг друга дополняем Что насчет совместных инвестиций Будет ли ПИФ кладывать средства вместе с Кингдо Молдинг или, возможно, Ротана или самим Принцем Аль Валидом? Да, такое произойдет Сейчас мы с ПИФ обсуждаем определенные проекты Внутренние проекты или международные предприятия Внутренние для начала Наследный принц посещает западные страны Встречается в Белом доме с Трампом и пытается привлечь капитал в Саудовскую Аравию Учитывая произошедшие с вами в Ридс-Карлтон, насколько вы довольны тем, что представляете единый фронт с правительством, тем самым, из-за которого оказались в том отеле Я поддерживаю Саудовскую Аравию, поддерживаю мое правительство, поддерживаю короля Салмана и принца Мухаммеда во всех отношениях Так было до, во время и после задержания Людям будет трудно это понять Они не понимают, что вы говорите с человеком, который является членом королевской семьи Все мы здесь в одной лодке На одной стороне Мы, правящая семья Саудовской Аравии Я понимаю, с точки зрения простых граждан это звучит странно Они точно скажут Неужели вы все еще поддерживаете короля и наследного принца после того, как побывали их пленникам? Необходимо подумать о том, сколько охотно руководители компании станут инвестировать в Саудовскую Аравию после того, как им довелось наблюдать подобный способ разрешения споров Пускай и решают сами От своего имени могу сказать следующее Дела идут своим чередом И мы продолжим инвестировать в Саудовскую Аравию Эрик Шацкер, канадский ведущий редактор телеканала Bloomberg Television Имеет 15-летний опыт освещения событий в мире инвестиций и экономики Имеет 15-летний опыт освещения событий в мире инвестиций и экономики